В Гродне прошло большинство в области по шашках 100 сярод юнаков и девчат. Пераможцы интеллектуальных с поборництва вызначались у 5 взрослых группах с 29 спортсменов. Наступным этапом для наимноценнейших в этом интеллектуальном виде спорта станет удел у республицы. Першинство, по выниках якоху будет проведенный отбор на чемпионаты Европы и Свету, отбудется у Гомеле с 26-го высоковека по 1-е красовика. Татьяна Грышук расскажет. Гродна, Слоне, Млида, Вауковыск – регионы, у яких шашки развиваются на профессийной основе. Об высоком узровне спортивной подрыхтовки говорится той факт, что белорусские шашисты увоходят всю тройку мощнейших шахматных держав, уступающих только России и Нидерландам. Шашки у опошнича стали довольно запотребованным видом спорта. Особливо медальными выдались опошние два ходы. Хродинская область регулярно рыхтует чемпионов республики Европы и Свету. 12 медалей, завоеванных на першинстве республики, тому яскравое подтверждение. Воглядь 4 регионы у нас развиваются шашки на профессийной основе. Ну, шашки 100, как я сказал, не такие традиции богатые. И досягнений на дорослом узровне, ну, особливо, таких у представников нашей области нема. Ну, я сподяюсь, что это все в будущем. Той самый Георгий Выдерка. И я выполненный, это будущий грузмайстер. Доволе высокую популярность шашек, як интеллектуального виду спорту, потребляют переважно энтузиасты-прихильники гульни. Як вядомо, шашки не увоходят у олимпийскую программу, а тому и финансуются по остатковым принципам. Ты мне меж, поспехи прыньоманских спортсменов натхняют прихильников гульни у розуму неастомно самодосканальваться. Мы проводим почти год 200, 300, 400, до 500 соревнований. Но это хорошо, потому что и шахматы, и шашки развивают что? Математика, физика, интеллектуальная игра. Люди становятся, вот не то, что мы оторвем от улицы столько детей, а еще родители, а еще братья, сестры. И самое главное, что все бывают так, что, ну, так, случайно, я иду не к проверку, так посмотрелось, как идет занятие, идет. Написано, в основном человеке, аж 20. У делу шашечных турнирах розного узровнях это не только боротьба за лидерство, а еще и махчимость вучиться, назирать за иншами и добывать вопыт с кожной парты. Это интеллектуальный вид спорта потребует студионных тренировок и удосконаление. Спортмены без перапына знаходятся у пошуках новых комбинаций, идей и тактичных рашеньев. Вообще турниров нормальное количество, но просто играть-то не хватит, чтобы занимать какие-то места надо и заниматься. Но именно в плане игровой практики турниров более-менее достаточно. На ближайшее будущее, это на высшей лиге, то есть в чемпионате Беларусь среди взрослых, надо набрать плюс два по очкам, то есть на два очка больше, чем туров. Тогда я смогу получить второй баллмастера и звание мастера. А потом будет через четыре дня чемпионат Европы по русским шажам. Ну и там хотелось бы тоже неплохо выступить. Ты смотришь все комбинации, даже если сравнивать с теми же шахматами, которые у нас представлены. В шашках, конечно, не скажешь, конем ходи, конем, но можно провести красивую комбинацию. И в стоклеточных шашках, в которые мы сейчас играем, можно сбить максимально 18 шашек. Основная двоющая сила – это соревнования. Мы проводим много городских соревнований, проходит городская спартакиада школьников. Каждая гимназия, каждая школа, то ли малокомплектная, то ли многокомплектная, выставляют команды четыре мальчика, две девочки. Мы собираем здесь в клубе на соревнования по каждой категории более ста человек. Конечно, из них появляются и люди, которые потом продолжают заниматься этим видом спорта. Все дети, которые занимаются шахшками, шахматами – это отличные ученики. Мы знаем, что 75-80% победителей всех республиканских олимпиад по видам математика, физика, химии и другие предметы – это шахматисты и шашисты. И мы гордимся этим. Про то, что у простонников в области безмежный потенциал у шашках, свечать их шастые перемоги на турнирах розного узровню. Эксперты сподяются, что родинцы будут и сёлита улику призёру республиканских опершенства по шашках, которые до рэши распочнется уже 26-го саковика ухомили. У областных центра накируются и старейшие удельники першества в области по шашках 100, которые прокручили 20-годовую взрослую мяжу и самые молодшие, которым меньше за 10 год. По вынниках столичных споборницов отбудется отбор на чемпионат Европы.